всем привет зрители подписчики моего канала на ю тубе сегодня хотел бы вам ролик просмотрах моих сериалов фильмов которые мы посмотрели вместе также с моей супругой татьяной кинотеатре дома и немного про них рассказать вот давайте начнем на порядок какие фильмы мы смотрели в самом начале получается в конце ноября этого года 2013 вот мы смотрели фильм голодные игры часть 2 и вспыхнет пламя подложение знаменитого первой части фильма голодные игры вот смотрели мы угрянские в кинотеатре вот фильм понравился что первая что вторая часть вот просто первая часть я смотрел дома на блюра и носители диски а вторую часть мы решили поехать в Брянск посмотреть по-моему 29 ноября вот интересно было посмотреть именно в кинотеатре при таком объемном звучании в самом зале звука фильм конечно очень понравился спецэффекты небольшие там конечно что же чтобы она вообще сам так вот экшен фильма именно вот сюжет вообще очень привлек нас внимание супруги татьяна принципе она не такой уж сильный любитель фильмов больших таких но и тоже очень понравилось ну вот конечно понравилась очень большая хорошая игра актеров вот которая исполнила Кейтнис Дженнифер Лоуренс потом роль Питта тоже молодой актер Джон Хатчерсон они сыграли вот просто пару шедевральную конечно есть этот промежуточек небольшой видно в 2000 по-моему когда там в 10-м году да 11-м году да 10-м или 11-м первым была первая часть голодные игры и вот сейчас которая вышла в том году уже видно что актеры сами по себе вот такие вот стали более-менее женственные тоже стали мужественные такой черты характера лица Джона Хартисона актера ну и конечно же безусловно в этот фильм конечно и старые такие вот гильдии актеров Дональд Седерленд Вуди Харриса ну и Эльзабен Бенц это вообще конечно шедевральная у нее роль помощницы так вот все макияжи все это в париках таких в общем понравился вот сам сюжет да и хотелось бы сказать вчера 2 февраля умер актер который снимался в этом фильме вернее у второй части и последующих частях которые будут тот Филипп Сейнлурс Хоффман он играл помощника Дональда Седерлана самого этого президента который поставил как бы вторую часть их постановку вот этого участия в этих играх молодец как я не знаю ну такой полноватенький актер играл он по-моему а Плутарха да роль Плутарха вот скончался он вчера как говорят о преддозировке наркотиков не знаю ну вот ну не знаю он кстати вот сейчас уже в этом году по-моему выходит третья часть а в 2015 по-моему бы четвертая часть там просто третью часть разбили на две части ну как обычно так делается в Америке разбивается чтобы народ посмотрел все это вот и не знаю по идее он снимался вот заявлено что он снимался конечно может быть какой-то материал все-таки будет сохранен вот так что вот будет учать по-моему в 2017 году на ивре месяце выходит тоже самое голодные игры Сойка пересмешница да голодные игры называться будет Сойка пересмешница вот это она поделена почему-то на две части я посмотрел вот то что будет первая часть а в 2015 по-моему вторая часть да ну что ж поживем увидим до ноября в принципе еще время в принципе летит быстро посмотрим ну я очень жду и надеюсь тоже самое посмотреть конечно кинотеатре это конечно непередаваемое ощущение вот именно когда сидишь звук все это ожидание чего там тем более два часа фильма проходит просто незаметно два с половиной часа по-моему прошел фильм очень заметно они пролетели вот что еще перед самым новым годом мы съездили тот самый кинотеатр и посмотрели фильм елки 3 конечно могу смело сказать что это теперь уже так стал играться традиции это новогодняя действительно комедия как вот раньше нашего в те времена в эти времена были такие комедии как герой на судьбу или с легким паром карнавальная ночь они остаются то же самое комедиями но сейчас более-менее он все это современнее все это уже елки 3 конечно захватывает я думаю позицию лидера именно новогодних фильмов потому что действительно что первая вторая что третья часть мне кажется даже третья часть получили же 2 это мое мнение тоже смотрели в кинотеатре было очень смешно урганта и светлакова вообще просто порадовали в этот раз поднимет маят могу это тоже видел конечно же видели все эти моменты которые там происходили в этом фильме вот все то же самое некоторые были и новые истории некоторые вот продолжение там и старых историй тут первую-вторую часть то же самое про бабульку с лыжником и сноубордистом да да сноубордистом и еще вот потом про собаку конечно вообще понравилось как она все это на самолете и в англию конечно вообще да вот пес действительно был главный веру тоже самое этой комедии новогодние ну принципе она поднимает настроение мы тоже смотрели 28 декабря этот фильм и много массу позитивных эмоций действительно и посмеялись в душе и просто полтора часа то же самое пролетая незаметно когда все это дело наблюдаешь и очень нравится ну вот так что не знаю будет ли еще продолжение но я думаю можно елки-триот поставить вообще-то елки у самого тут в трилогии поставить на так чтобы именно на новый год принципе люди смотрели радовались принципе качественным хорошим и семейного да человек семейного фильма потому что все-таки уже время меняется я понимаю что конечно те старые комедии на воде они тоже будут тоже будут люди смотреть и кто ну и это это думаешь таки войдет в эту когорту комедии когда они действительно будет перед новым годом и на новогодние праздники радовать и веселить людей кто просматривает данные фильмы вот дальше дальше я хочу вам сказать еще о двух фильмах которые буквально посмотрели на днях но уже дома вышел как бы сказать а выходит фильм ленардо декабрио волк с олл стрит он выходит получается у нас 6 февраля буквально через три дня выходит этот фильм российский проклад но так как еще по моему декабре или в ноябре он вышел еще я не знаю почему у нас так произошло он не так уж быстро вышел после америки ну вот просто по слухам по отзывам то что номинирован во-первых ленардо декабрио исполнитель главной роли в фильме на оскар плюс он получил золотого глобуса уже как бы превещает до золотой глобус номинаты золотой глобус в америке вот он был номинирован и вызвал золотой глобус вот премия там памяти такая происходит и все-таки решил посмотреть если вообще в интернете он был интернете в принципе качество ничего не очень но не как там экран как называлась раньше вообще более-менее достойном качестве и все таки мы женой посмотрели тоже идет порядка около трех часов фильм скажу честно конечно не для там семейного полностью просмотра потому что есть много обнаженных там ну с элементами так сказать эротики думали 17 конечно пойдет так вот кажется но это что на не знаю поставить ценник от центра сейчас ставим 12 плюс 16 плюс 18 плюс вот ну фильм понравился не буду полностью раскрывать конечно точно не смотрел вот тут еще сходит может быть кинотеатр просто сейчас данный момент мы тоже могли съездить но у нас не получается съездить кинотеатр и поэтому решили посмотреть это просто в домашних условиях фильм конечно держится вот действительно пришли будет обидно если все-таки опять леонард декаприо не получит оскар потому что слишком много последних фильмов он играл таких действительно достойных я считаю взять джанго освобожденные хорошо собрал плюс великим грязи бета вообще шедевр я не знаю почему фильм просто сказок и вот так действительно что великом гэтсби просто роль держалась на леонард декабрио филинтеров он сыграл шедеврально то что то же самое он и здесь здесь также просто вокруг этого актера действительно он сыграл просто шикарно массу эмоции там и массу герой все переживает там так переживает не то что переживает просто называть вокруг этого просто героя на декабр в принципе он созданный весь этот фильм сам он сам и есть вот и не просто нам супруга то не понравился вообще это просто напросто действительно фильм но еще раз детьми склоняется конечно его нежелательно вот так что принципе я надеюсь что все таки оскаром получит потому что действительно очень много в его жизни было действительно нормальных фильмов за которые он что отступники вы помните которым нет так вот на памяти просто титаник вот можно сказать что там он еще молодой но все равно титаник отступники авиатор то же самое в принципе с фильмами но авиатор отступники вот сейчас фильм данный оксу 3 маркина скорцеза режиссер его играет надеюсь что эти фильмы великий гэдсберг который только не слуху лучше он действительно остров проклятых тоже по-моему мартина скорцеза вот и не знаю почему это очень круче господин знаю так что надеемся что он получит не знаю посмотрим в церемонии советую на этом этот фильм также буквально вчера вышел в айтюнсе фильм появился в айтюнсе фильм в любом большом городе третья часть буквально прошел месяц премьеры и он уже его выложили в айтюнсе по лицензиям вот и что он сказать то же самое действительно добротное хорошее семейное кино действительно сейчас вы смотрели конюшка смеялась как будто я не знаю маленький ребенок да там были моменты очень там начало фильма смешанные конечно да просто нет слов действительно такие фильмы первых этой части не знаю мне она не надоедает если честно вообще буквально уже по моему елки 3 вышли с этом то есть три блюрей диска есть уже появились продажах вот и есть довольно возьму он попозже и уже то же самое если появится либо большому городе 3 не знаю будет ли там продолжение чуть-чуть и не будут то же самое как вио как но все равно для колец и что просто не ждать там когда там телевизор что-то скачать потом с интернета люди скачивают конечно есть когда возможность скачать посмотреть когда по-быстрому хочется но так подать я под руку уже качественно все хорошие поставил диск посмотрел радость наслаждаться то же самое любом большом городе 3 я считаю это из этих всяких семейных фильмов которые действительно можно смотреть семью и радоваться актеры великолепные юмор зеленского не подражаем то же самое вилле хапсала чадов и все три красивые девочки хоченкова брежнева и нас дорожная молодцы конечно кстати киркоров здесь тоже снова в этом фильм ну вы сами прекрасно видеть этот фильм скорее всего месяц по прокате он идет молодцы короче киркоров такая вот большая минутка в этом фильм уже в третьей части роль ну вот мне очень понравилось конечно все сделано конечно так вот чтобы народ пролетает не семейными нормальными фильмами вот так что вот именно такие вот фильмы которые нам понравились действительно супругом посмотрели буквально за пару месяцев вот очень тоже много фильмов кстати еще вышло по интюнсе как они смотрели вот капитан филипс тоже он полном оскар да улегается этот фильм вот можем мы на нас посмотрим скоро его вот в интюнсе он есть и по-моему фильм советник да тоже это не летом выходили летом это такие вот фильмы именно такие вот без комедии еще на он тоже посоветует мы тоже на любителя смотрели пару недель назад мы миллеры дженнифер энистон играет вот потом еще там униканский актер кстати который играл мальчишнике две кости по-моему вот и тоже такая вот на любителя конечно там с элементами пошлого юмора там конечно есть вот ну так вот посмеяться просто на 1 может смотреть на 2 такие вот фильмы американская комедия такая личная американский юмор вот именно такой вот и мы тоже посмотрим по моему миллер называется так что вот эти фильмы я вам советуем так что еще теперь я хочу вам рассказать много сериала который в данный момент мы смотрим которые еще идут еще и которые даже не может сделать обзор который будет сериал потому ждем продолжение вернее сериалов и так сейчас мы смотрим последователи сериал с кевином бэйконом рекламной роли второй сезон идет following по-моему называется по-английски даже following последователь первый сезон еще был в прошлом году это там расследуется как бы культ писателя и на убийце маньяка там где-то назвать джо крыла и вот протяжении первого сезона кстати была озвучка кубик в кубе вот был полностью сезон по 15 серии мы посмотрели сейчас вышел 2 но озвучки почему-то видит у вас лост фильм не знаю но вторая часть то же самое сейчас начался то самое захватывающие получается остались более-менее главные герои участь то же самое это все хороших второй части так что очень такой захватывающий сериал но советую вам посмотреть дальше что мы смотрим сериал грим 3 сезона идет сейчас тоже движение двух сезонов первый сезон не как-то вот смотрел как бы все это выпуск по сказкам как бы вроде сделаны и начало второго сезона я по моему я не смотрел и потом когда сказали что будет третий сезон я уже по-моему перед самым таки сезон я решил закачать и посмотреть второй сезон да там уже намного лучше сюжет раскрывается больше во первых не только вопрос там главного героя и персонажа ника уже охватывает больше всяких посмотрел вы красно знаете но советую посмотреть грим вот из новых сериалов по моему сейчас скажу а вот спираль сериал буквально 3-4 серии вышло вот тоже много озвучек но мы смотрим по моему озвучку я посмотрел не студия до озвучку мнение очень понравилось он перешел и закачался ручкой алекс финн мой сериал про вирус главный герой получается они баками генетики которые вирусами работают вот и где-то на северный давидом океан или на полярном там показывать их туда засылают вирус узнать там главный герой получается брат работать на этого брату или ну тоже очень много там запутанного вот и до съемки не просто понравилось не знаем мы решили смотреть хотя по первой серии не очень просто потом подал за больше сюжет развивается естественно больше затем увядаешь и лучше узнать все больше вот спирали сериал так и еще один она себя потому что смотрю стрел очень много мы просто на данный момент засел мушкетеры не наш сейчас который российских лидов жигунова а сериал виклик великобритания по моему две серии вышла уже при этом не выходит не знаю великобритания совсем не знаю первую серию мы смотрели я не знаю там все идет по-другому может быть что-то очки свои добавили просто илюмики что-то на образе и потому что ну явно не по книге все это было сделано но тоже такая вот просто вот именно съемки и костюмы так вот франции и понравилось мне короче все это сама сейчас по-моему серия шла первая вот тоже есть постельные сцены раньше конечно такого не было на наших старых мушкетеров которые сняты еще более в семи седьмом восьмом или семи седьмом году боярский смехов да старые вот и не знаю потому что российские еще сейчас вариант я смотреть не стал не знаю почему но кажется это понапыщено опять сборище актеров более-менее нормальных заменит как бы у нас да но не знаю чему-то мне захотелось просто посмотреть сейчас именно сериал мушкетеры буквально тоже три недели найдет там уходит получается серия в неделю вот и захотелось посмотреть носки и английскую версию стрела и я думаю не понравилось то же самое я вам советую посмотреть если хотите мушкетеры то же самое называется просто великобритания совместно с какой-то самой страной актеры принципе не знакомы в этом сериале но мне очень понравилось вот ну такие данные сериала мы сейчас смотрим и с нетерпением конечно ждем это возвращение ходячих предложения как бы четвертого сезона да он в феврале то же самое сейчас и уходит оставшиеся чаек по серии четвертого сезона дальше ждем с нетерпением калифорникейшн бублиевую калифорнию следует он духовным последний сезон по моему будет у нас сейчас до 7 так что что там будет у нас посмотрим очень замечательный сериал не вот действительно на супруга очень нравится да есть много там пошлости ну тоже смотря как он переводе смотреть принципе там даже он и сделан так вот сериал просто как бы на американский юмор все это все это сделано вот по-моему уходит в апреле месяце и то же самое в апреле 6 апреля выходит четвертая часть многие скорее всего тоже ждут это игры престолов game of thrones просто шедевральный сериал от hbo это просто на одном дыхании смотрится костюмы декорации вообще самые пейзажи где все это снималось действительно старейский сериал и немного таких советских которые действительно захватывают и хочется хочется пересматривать у меня самое скачан на жестом 10 хранится в любой момент я пересматриваю просто действительно все нравится пора ну где-то можно видеть или посмотреть но действительно не смотреть с маленькими конечно нет потому что там есть это самые постельные сцены обнажен как говорят но все равно просто без этого наверно в каждом фильме все это есть мат-перемат и все равно но данный сериал действительно завоевывал награды эми там их не американские там или просто действительно сделан для только чтобы посмотреть действительно нормально хорошо провести день вечер где вы смотрите телевизор кинотеатров ну вот так что сегодня вот такой хотел бы вам сделать ролик скорее всего что они будут выходить раз в месяц но два раза в месяц дабы свои предпочтения в фильмах сериалов я могу вам сказать что-то может посоветовать но это уже на ваш вкус и цветом говорится вот так что очень солнечный денек дома уже тепло вам кажется морозы такие высошлись 3 февраля у нас я вам записываю такой ролик передачку так что что оставляем комментарии что вы сейчас данный момент смотрите какие сериалы такие фильмы вы посмотрели можно даже на новогодний там праздник но вообще можно сказать давайте возьмем январь месяц может быть декабрь какие вам примеры понравились кинотеатров либо сериалы кому интересно что может кому то я вам то же самое то сказал так что смотрите подписывайся на канал ставим лайки кому не понравилось дислайки всем до встречи всем пока